здравствуйте дорогие друзья у нас очередной эфир со специалистом моим коллегой врачом акушер гинекологом пока вы все присоединяетесь скажу несколько слов сегодня у нас гостях очень талантливый врач которого знаю уже многие годы буквально с начала моей публикатической деятельности доктор михаил медведев который работает днепр и тема нашего разговора будет как раз лапарскопия потому что накопилось очень много от вас вопросов лапарскопия несмотря на огромную пользу и вообще практическую пользу этого метода диагностики лечения к сожалению сопроводается именно коммерческой стороной потому что очень многие люди злоупотребляют лапарскопии но также поступает вопрос вопросы как подготовиться к лапарскопии вообще что собой представляет лапарскопии какие осложнения будут и я жду присоединение моего гостя сейчас подождем и принципе мы начнем обсуждать с вами очень важную тему так что мы ждем ждем вот уже есть ждем присоединения и дать она здравствуйте здравствуйте елена петровна здравствуйте очень рада вас видеть это уже не наш первый эфире вообще я уже сказала что знаю вас практически сначала своей публицистической деятельности мы собственно познакомились с вами через мои статьи и публикации ответы вот и сегодня у нас это же трепещущая тема о лапарскопии потому что появилось много вопросов и вы как специалист один из лучших специалистов в отрасли лапарскопии я не побоюсь этого сказать я провести с вами вот такой эфир очень актуальный потому что с одной стороны как я сказала про скопе это очень хороший диагностический лечебный метод до другой стороны лапарскопии начали злоупотреблять и помимо того что это становится коммерческим как бы методом диагностики лечения с другой стороны еще или с третьей стороны тысячи вопросов от пациентов а насколько это видно или полезно значит как подготовиться что вообще собой представляет современного про скопе потому что даже смотреть историю методы проведения лапарскопии то есть технологии прочее изменились и идет направление более безопасного использования процедуры мой первый вопрос или скажем первая тема которую я бы хотела обсудить это даже не так показания против показаний это наверное немножко позже принципе с какой целью используется вот современной гинекологии лапарскопия вот нескольких словах расскажите об этом спасибо большое спасибо большое что нашли вы нашли возможность поднять эту важную тему и пригласили именно меня не всегда очень приятно с вами общаться и я разделяю фактически все что вы публикуете я могу под каждым вашим постом подписаться лапарскопии гинекологи были пионерами лапарскопии и двигали это направление с конца 70-х годов то есть на сегодняшний день лапарскопии это уже зрелая женщина которая много уже в нашей практике существует что произошло за последние десятилетия но о годах тут говорить не приходится потому что ну скажем так прогресс хоть и быстро происходит но за год глобально редко что-то происходит именно в хирургии такое серьезное на сегодняшний день это не только диагностика то есть если 30 лет назад с помощью лапарскопа заглядывали в живот там делали какой-то авариальный дриллинг там какую-то простую кисту удаляли там какие-то минимальные спайки и все равно царицей в операционной гинекологической была лапаротомия либо вагинальная хирургия который вообще самый древний метод малоинвазивной хирургии то сейчас это полноценный метод который позволяет решить практически большинство подавляющее большинство проблем вот сейчас произошел локдаун и в украине это не настолько сильно как например в канаде да но тем не менее нас тоже коснулась и так получилось что я сосредоточил основную свою деятельность в частной клинике где только лапароскопия у нас вот и получилось так что даже самые сложные случаи которые женщины просто не могли дождаться я уже рискнул и сделал лапароскопически это имиомы которые выше мечевидного отростка до практически до мечевидного отростка были и какие-то там серьезные вещи которые я не рисковал раньше делать у женщин с ожирением там серьезным мы все сделали лапароскопически вынудила ситуация и практически 100 процентов операций удалось сделать лапароскопический с марта 2020 года поэтому сегодня это вопрос решение это решение многих проблем и практически любая гинекологическая хирургия решается либо через влагалище либо лапароскопическим методом не прибегая к разрезу на животе с исключением тесаревого сечения да и это это кстати как раз хорошо потому что все таки лапартомии которые проводились они чреваты большим количеством осложнений чем современные лапароскопические методы лечения я даже знаю что у нас например лапароскопически лечат онкологические заболевания на ранних стадиях без говорится скрытия живота практически тут тот же объем операции проводится с помощью лапароскопии знаете вот такой вот вопрос или даже не вопрос а вот я получаю очень много писем и вопросов о том что например женщину посылает там на диагностическую лапароскопию то есть посмотреть что там животе но и говорят что мы посмотрим но если придется лечить вам придется делать повторную же лечебную лапароскопию насколько это оправданно вот с моей точки зрения если врач проводит лапароскопию то он должен и лечить а просто смотреть что там животе что это просто коммерция или все-таки но как бы это уровень подготовки врачей но хотя вот я стараюсь просто понять как это украине потому что скажем в канаде если врач занимается лапароскопии то он не просто диагностировал еще и может лечить то есть делать какие-то операционные вмешательства имеется ввиду ну проводить хирургическое лечение в ходе не только диагностики но и ходе например если он что-то обнаружен за исключением тех случаев например те же онкологические заболевания когда нужно немножко другое вмешательство то есть повторной операции нужно другого уровня то есть почему а скажем на территории постсоветских стран диагностического лапароскопии предлагают всем подряд при этом отказывается проводить хирургическое лечение посылает еще раз что это я вот стараюсь просто понять спасибо за вопрос но наверное в каждом конкретном случае это скорее всего разные проблемы разные явления как по мне то если глобально абстрагироваться то лучше сделать диагностического лапароскопия потом сделать правильную нормальную операцию чем сделать очень плохую операцию сразу но это я говорю в целом да действительно если например онкология то есть если например мы пошли на кисту яичника и мы например не доучили что-то либо вот бывают случаи когда оказался рак яичника у меня такие случаи были в третья стадия рака яичника а до мы по критериям айота смотрели по раз но не было там рака там не были нормальные онкомаркеры женщине 30 лет например и мы попали в такой ситуации женщины не оговорен объем операции который предполагается при третьей стадии рака яичника это полная гистерактомии с лимфоденоктомии с херпатой сальника вот поэтому мы берем рандом биопси мы берем смывы и мы останавливаемся чтобы это обсудить после операции но это бывает резко это наверное один на сотни какие-то несколько сотен операций вторая ситуация при которой это может быть действительно в нормальной операционной с нормальными хирургами когда пошли на эндометриоз глубокий инфильтративные обнаружили эндометриоз начали добираться удалять очаги и обнаружили что есть на сигмовидной кишке существенный очаг который не давал особой симптоматики но он есть и возникает сразу дилемма то ли делать резекцию сигмовидной кишки о которой нет договорились мы с пациенткой либо все-таки оставить посмотреть на симптоматику и решить нужно ли это операция и вообще вот такие ситуации бывают но это достаточно редко и мы стараемся конечно максимально до лапароскопии учесть и нюансы и обсудить все возможные варианты развития событий чтобы сделать это за один раз поэтому но это вот моей практике это крайне редко бывает так чтобы посмотрел и потом отложил и еще раз что-то делать но это какая-то редкая онкология там либо очень редкий случай эндометриоза который мы недообследовали я о том же что в принципе если человек занимается лапароскопии то он должен и лечить что-то простое скажем то что не требует дополнительного вмешательства то есть более сложные случаи как вы описали или скажем повторно про скопит немножко другое например что тот же эндометриоз или те же фибромиумы матки там могли удалить через какое-то время они снова появились эти очаги да или или узлы и поэтому да таких случаях мы можем идти на повторную лапароскопию не вдаваясь в эти как говорится в дебри показаний и прочее почему вдруг это все начал направо налево делать давайте поговорим немножко более практичным вот как готовить как готовится должна женщина к лапароскопии потому что здесь с одной стороны объемнейшие вот такие обследования каких-то анализов с другой стороны как бы тоже ну то есть что рационально что какие минимальные скажем по показаниям обследования должна пройти женщина в ходе подготовки к этому хирургическому лечению спасибо у нас до сих пор существует проблема чрезмерные вот лабораторной диагностики и многие ну не то чтобы даже пациента и врачи недооценивают риски связанные с чрезмерным использованием методов исследования ну примеров очень много может быть это и применение анализа на тромбофилии генетического да и это использование мрт по поводу и без повода там для диагностики полипов эндометрия потом находят какую-то опухоль надпочечника которая никогда бы человека не беспокоил начинает оперировать потом нас почечники мрт по поводу пролактина там на единице какого-то повышения минимального сразу мрт гипофиза в гипофизе нашли 2 миллиметра микропролактинома начали ее лечить целый ряд проблем поэтому обоснованных анализов не так много самое главное это анамны собраны правильно да это обследование по поводу проблемы которая привела собственно говоря к необходимости лабороскопии если это эндометриоз то это эксперт экспертное узи по поводу эндометриоз это осмотр хирургом должен быть не в день операции а полноценная консультация накануне операции чтобы правильно спланировать ход операции понятно что мы делаем скрининги на рвич гепатиты bc сифилис но мне кажется что этим пренебрегать все-таки не стоит потому что в году мы где-то ну наверное 5-6 случаев находим вич сифилис вполне благополучных людей поэтому но этот скрининг все-таки оставляю группа крови наверное старинус не то чтобы историческая но формальность потому что мы гемотрансфузии настолько редко сейчас плановой гинекологии используется что скорее можно во время возникшей ситуации это все перепроверить ну где группа вас стало плохо слышно минимальная такая не расширенная и собственно говоря цитология просто убедиться в том что цитологический анализ был не слишком давно сделан в пределах трех лет разрешено сейчас в украине что был цитологический анализ микроскопия тоже очень спорный анализ на сегодняшний день и я знаю что в мире многие не делают мазок вот как-то не делают мазки потому что очень много ложноположительных результатов и по сути ни о чем нам не говорит то есть визуальный осмотр если мы видим признаки инфекции то мы тогда назначаем санацию это то что из обоснованного часто назначают конечно и пиохимию все что угодно и расширенные анализы на инфекции и так далее да иногда мы делаем еще электрокардиограмму потому что мы смотрим на возраст и на состояние здоровья пациентки и кг может в общем-то иногда нам помочь в плане наркоза и для анестезиолога это важный анализ да вот спасибо что вы сказали что сбор жалоб я нам нас играет куда большую важную роль потому что если мы заподозрили какое-то системное заболевание то мы принципе можем двигаться в направлении до обследования например для безопасного проведения лапароскопии чем всем подряд назначать пакет огромные насчет обследования вот этих анализов которые в реальности не нужны в отношении вот прямой кишки вот значит многим рекомендуют принимать локсативные ну скажу нас этого никто не делает но многие я знаю что рекомендуют локсативные или делать клизмы как в этом отношении что ты все-таки вы порекомендуете женщин которые например накануне должны идти на операцию отказались тоже и много лет я уже рутинно не использую никаких клизм там услабительных исключением случаев эндометриоза кишечника когда что-то предполагается делать с кишкой поэтому есть на самом деле вопросы но тут скажем так доказательная медицина немножко буксует вот потому что в основном все исследования они касались колоректальных раков да вот по эндометриозу достаточно мало данных поэтому мы ну все-таки ну те кто противниками является использование клизм при хирургии кишечника они говорят что разбавленные фекалии это не лучше чем не разбавленные все равно есть контаминация кишечной флоры и с ними не поспоришь но нам все-таки кажется что есть и уж прям совсем разбросать по кишечнику явно содержимое кишки то это хуже хотя бы даже но для хирурга более скажем так может быть предметом волнения лишних и мы все-таки сделаем назначаем очищение кишечника но в рутинной практике нет потому что вреда больше чем пользы это доказано ослабительных которые вызывают обезвоживание организма и повышает риск тромбозов тромбоэмболических осложнений совершенно верно я рада что вы это сказали потому что ну почему то до сих пор хирурги окшер гинкологи назначают вот такую жесткую подготовку и вот тут как раз обезвоженный питьевой режим пищевой режим то есть например утром будет лапароскопия и женщина там ничего не кушать чуть ли не сутки ничего не пить насколько это правда то есть все таки каким должен быть вот этот как быть день до операции то есть но как быть сутки скажем до операции тоже очень важный вопрос потому что раньше анестезиологи боялись очень сильно синдрома мендельсона считали что очень долго не есть если то риск синдрома мендельсона будет меньше намного сейчас у нас с анестезиологами мы следуем протоколу эра с такой и р и р и с международный протокол по введению больных в том числе гинекологических принципе мы пить прекращаем за три часа до наркоза сейчас более того по этому протоколу рекомендуется достаточно обильное питье в день операции непосредственно не грех же один до операции до операции все обычный день обычная диета и ну понятно что если у женщины там день рождения какой-то она собралась там какую-то устроить гулянку с поеданием большого количества пищи и выпивки мы такое не поощряем пять дней до операции не рекомендуем но обычная диета поощряется питание питание прекращаем иногда даже утром женщины у нас сейчас едят то есть у нас по операционному дню если у нас операция не с утра например в обед планируется то женщина может перекусывать утром у нас сейчас анестезиологом полное понимание вот в этом вопросе и питание и питье мы рекомендуем обильное и богатая глюкозой вот за последние два три часа перед операцией даже рекомендуется немножечко сладкой водички попить потому что гипогликемия которая во время операции возникает ухудшает заживление там но что инсулин по сути почему нам нужен выброс инсулина он все-таки анаболический гормон и способствует синтезу белка и более быстрого восстановления это доказано кстати после операции у нас тоже активно активно поднимаем через два-три часа после лапароскопии даже после тяжелых операций гистерактомии миомактомии по поводу больших узлов очень поднимаем в пределах трех часов начинаем питье активно не по ложечке а сразу на следующий день женщина пьет уже и ест ну не очень тяжелую пищу там не жирно не жареную но принципе в первый день в день операции вечером она есть жевательную резинку это способствует выделению слюны и ускорению пищеварения и практически до нуля снижается необходимость вот этих вот препаратов которые тоже рутинно до сих пор вот как мазь вишневского да вот прозирин всем убритит и почему-то сырукал хотя он влияет на верхний отдел он не влияет вообще на кишечник но почему-то сырукал полет всем я не знаю почему да это дань отсталости скажем так или перестраховки я думаю вы затронули как раз анестезию то есть на работу с антезиологом и проводите ли вы консультации как бы если отдельная консультация с антезиологом или просто как бы используется скажем те методы обезбольные которые ну имеют наименьший побочный эффект то есть не слишком страшны в плане осложнений то есть с одной стороны какие методы обезболивания хотя я знаю но просто я хочу чтобы как специалист это огласили то есть и ну как вообще под каким обезбольным проводится лапароскопия потому что же много здесь ну как бы мифов спасибо большое за вопрос тоже это хоть и не наш хлеб но понятно что мы в одной связке и очень важно анестезиолог в общем-то для для хирурга это очень важный доктор и мы очень ценим анестезиолога операционная сестра это наша семья в операционной фактически касательно наркоза мы все-таки рекомендуем проводить отдельную консультацию поскольку сейчас такая у нас обстановка то у нас консультация онлайн проводится то есть сейчас благодаря простым возможностям телемедицинским все анализы сбрасываются в мессенджерах и анестезиолог связывается и проводят консультацию онлайн 2 консультации уже прямо перед операцией непосредственно проводится в большинстве случаев у нас используется общая анестезия и сивофлюрановый наркоз который дает наиболее быстрый период восстановления скажем так все равно используется релаксанты в любом случае но тоже они отличаются по качеству ну а так вот мы больше всего любим сейчас сивофлюрановый наркоз он самый хороший в плане выхода наркоза и входа касательно стоимость он конечно более дорогой чем например там дипрофол пропофоловый наркоз да между родным названием некоторые я знаю используют спинальную анестезию даже при лапароскопии это направление но но не основной в мире в целом мы некоторые клиники активно этим пользуются связано это с тем что стоимость себестоимость этого наркоза в разы дешевле ну я думаю там на порядок буквально дешевле минусы заключается в том что при лапароскопии мы вводим углекислый газ в брюшную полость а это все таки ну вызывает определенную регидность мышц то есть невозможно за счет спинальной анестезии полностью обезболить верхние отделы брюшной полости поэтому приходится распылять внутри брюшной полости литокаин там какие-то ухищения дополнительные ну то есть это специфический такой вид анестезии который ну мне кажется он не найдет такого широкого распространения а вот сивафлюран это вот идеальный наркоз вот я как хирург могу сказать я же могу как оценить качество наркоза я говорю анестезиологу я уже готов анестезиолог говорит вот пожалуйста можно делать разрез я говорю я закончил я пошел перчатки снял руки помыл прихожу больная уже разговаривать да у нас да у нас для каждой операции есть специальная такая как бы форма где собственно говоря начата анестезия scope in scope out то есть но все вот эти процедуры и по времени и принципе как вы говорите что мы доверяем анестезиологам потому что анестезиологи но это их отрасль это их часть главное чтобы пациент не чувствовал более чтобы все было как бы нормально и приступить теперь такой вопрос как бы не часто спрашивает сколько сейчас делает дырок наведения вот этих скопов и прочих трубочек и чу только не хочешь я помню что даже раньше когда делала протомии то там же видите дренажей уводили целой куча там по 4 теперь значит ну как бы все немножко не тоже немножко значительно упростилась и вот сколько будет дырочек значит кому мы делаем дополнительно вот эти входы кому когда мы обходим со минимальным количеством вот эти как бы вхождений как специалист пожалуйста объясните в общих чертах спасибо большое на самом деле бояться количество дырочек не стоит я к пациенткам обращаюсь потому что по большому счету две дырочки три или четыре но заживает она примерно одинаковые косметический эффект через несколько месяцев он близок к идеалам все равно становится почему могут быть делать делаться дополнительные дырочки но например какая-то ситуация в брюшной полости привела к тому что очень неудобно стала работать например как-то вы расположены и экономика от нас ведение порта либо перенесение порта в другое место либо дополнительный порт у нас хирургия достаточно расширена сейчас и мы можем например работать в области малого таза потом увидели эндометриоз на диафрагме и мы можем диафрагму начать оперировать что требует конечно же перенесения портов и дополнительных дырочек кстати говоря роботы которые сейчас появились там тоже дырочек больше чем при обычной лапароскопии даже не означает что роботы нельзя использовать или это какой-то шаг назад это определенная эволюция лапароскопии поэтому бояться не нужно дырочки в основном 5-миллиметровые сейчас в большинстве случаев есть 3-миллиметровые тонкие более инструменты и тонкие порты есть 10-миллиметровые которые используются гораздо реже потому что они и более болезненные эти разрезы и требуют ушивания фасции что несколько усложняет удлиняет процедуру и болит после операции немножко больше но в принципе я не думаю что можно хирурга оценить вот по количеству дырочек то есть чем меньше дырочек тем лучше хирург это точно неправильно потому что вот эта школа вот осталось одноруких хирургов которые стоят слева от больных и правой рукой оперируют и ассистент тоже правой рукой держит инструмент это самое худшее что может быть потому что это не эргономично и таким путем можно сделать только примитивную операцию это было в европе мне если память не изменяет это 80 уровень 80-х годов но к сожалению мы это иногда видим 2020 году у нас вот мы их называем однорукие бандиты и иногда они говорят что мы сейчас сделаем 3 дырочки а вот тот хирург он сделает 4 дырочки и вот снаружи будет хуже чуть-чуть на одну дырочку больше но ведь важно при лапароскопии цель то что внутри происходит и какие женщины получат а иногда женщина не не подозревает даже насколько они могут быть неудачны а многие многие к сожалению женщины да и врачи тоже я убедилась не понимает что размещение органов малом тазе это не как классическая бабочка вот мат когда там это типа где-то там летая да вот так расставлено в реальность это все вот так все сжато поэтому конечно же пространство там меньше а это ну все все там нет пустых пустых как говорится пространство и собственно говоря вот как мы расширяем поле зрения какими методиками чтобы люди понимали что именно эти методики позволяют сделать лапароскопии более безопасно то есть увидеть больше и не повредить вот эти все органы которые друг другу прилегают то есть что мы для этого делаем спасибо за вопрос но первое что мы делаем для того чтобы удачно зайти брюшную полость мы вводим первый тракар так называем это специальная гильза через который вводится оптика есть несколько методик но я не буду на этом техническом моменте останавливаться мы зашли первым тракаром следующее что мы делаем мы вводим углекислоту углекислый газ тоже есть разные приборы там разные поколения этих приборов там которые нагревают не нагревают увлажняют не увлажняют там и так далее с эвакуатором дыма без эвакуатора тоже там много есть науки всякой разной до сих пор публикации немало на эту тему вот то есть когда мы вводим углекислый газ то передняя брюшная стенка поднимается и расстояние между органами увеличивается второй необходимый этап гинекологической лапароскопии это положение вниз головой так называемое положение трендеринбурга когда мы анестезиолога просим и ножки в верх немножечко приподнимаются да в таком положении кишечник самостоятельно под силой тяжести смещается в сторону печени верхнего отдела брюшной полости и мы видим органы малого таза кроме того есть сейчас немало различных девайсов устройств которые помогают нам подготовить ту зону которую мы будем оперировать например если мы оперируем эндометриоз то мы можем использовать специальные прямые нити либо устройство ты лифт такое есть которое позволяет подвесить яичник например чтобы ассистент не держал яичника помогал нам например делать диссекцию мочеточника готовить кишку к резекции то есть это уже касается так называемая advanced вопароскопии прогрессивная вопароскопия и вообще сейчас во многих странах я вот не знаю как в америке вообще с этим но например во франции у них есть такое новое направление pelvic surgeon потому что гинекология давно уже переросла и продуктивные органы и мы вот у меня была на этой неделе операция например у женщины эндометриоз аппендикса оказался да думали гидросальпинкс оказалось что это аппендикс мы сделали аппендиктомию потом посмотрели что мочеточник прорастания мы сделали в ретеролизис и в принципе урологии и хирургии больше чем гинекологии было в этой операции поэтому конечно знание смежных специальностей тоже сейчас играет большую роль у нас тоже есть отдельная клиника которая занимается как раз вот это pelvic organs то есть органы малого таза и это комбинация гинекологов значит урологов потом хирургических вот этих как называется ну которые с кишечником сказать не знаю даже но именно хирургов да то есть и действительно это люди которые специализируются именно в органах малого таза не просто там шейка матки матка или еще что-то то есть имею ввиду что потому что там очень сложная структура с вами соглашусь там очень много нервных окончаний фактических узлов сосудов и прочих органов из органов что не может быть охвачено одним гинекологом то есть это нужно знать очень четко анатомическую структуру а значит именно малого таза а я хочу просто сказать напомнить тем зрителям которые присоединились чуть позже ли который будет смотреть еще за эту запись нашего эфира что меня в гостях очень талантливый прекрасный специалист акушер гинеколог доктор михаил медведев из днепра который занимается лапароскопии и я считаю один из лучших специалистов лапароскопии и мы отвечаем на те тысячи вопросов которые вы мне задаете на тему лапароскопии что что по сути вы должны вот эти ответы получить от своих лечащих врачей к сожалению этого не случается поэтому вы ищете информацию в интернете и к сожалению вы не всегда находите правильную информацию вот эти перегибы мифы которые мы уже как бы назвали и значит мы не будем детально рассматривать показания противопоказания потому что это как бы более общая тема и более ну это ну я считаю что они нас не столько нужно углубляться мы как раз разговариваем о тех мелочах которые часто пускаются но которые вам хочется знать потому что это ваше здоровье ваше тело и это это очень важно значит давайте мы немножко поговорим вот как раз в плане осложнений значит лапароскопии то есть какой приблизительно процент я знаю что до разных осложнений различные скажем уровни и осложнение лапароскопии то не только со стороны оперирующего врача и это могут быть стороны обезболивания прочего но в среднем какие самые частые и скажем как на что должна обратить женщина вот после лапароскопии даже если скажем все прошло успешно на что она должна обратить внимание и связаться со своим врачом на тот случай чтобы не пропустить отдаленные какие-то серьезные осложнения спасибо в основном это легкие конечно осложнения то есть если говорить о серьезных осложнениях то их частота примерно от 1 на 100 до 1 на 10 тысяч лапароскопии ну если говорить о таких осложнениях как кровотечение там перитонит травмоэмболические осложнения то есть то что реально несет риски жизни из легких осложнений могут быть гематомы в области проколов например гематомы которые сами рассосутся это может быть температура тела больше 38 градусов несколько дней например после миомоктомии такое бывает периодически вот может кишечник не возвращаться к своей функции слишком быстро то есть небольшой может быть от они и кишечника не барне проложительное время ну со стороны анестезии могут быть какие-то першения в горле какой-то дискомфорт сохраняющийся но в основном это легкие осложнения которые никак не влияют на итоги операции если говорить об осложнениях серьезных опять же крайне редких то кровотечение кровотечение может быть как наружное так и внутреннее наружное кровотечение непосредственно из влагалища либо из ран из ранок на передней брюшной стенке может быть внутреннее более коварное потому что оно проявляется не так очевидно и ниоткуда кровь не вытекает женщина может потерять сознание участиться пульс снизится давление может сухость во рту это тот симптом который требует немедленного звонка врачу и если он не отвечает то выдвижение в сторону больницы где это было сделано септические осложнения крайне редки в основном это результат травм кишечника тоже достаточно редкая ситуация но бывает это может быть травма нераспознанная хирургом не потому что он плохой хирург а потому что это может быть сложная операция например эндометриоз кишки там прописанные осложнения например если резекцию взять сигмовидной кишки то один процент будет подтекание аностомозов это просто статистика против которой ничего не сделаешь вот то это все симптомы со стороны кишечника более сильные в животе которые нарастают температура тела повышается сухость все это усугубляется живот не работает фактически стоит иногда на фоне этого может возникнуть понос диарея хотя в туалет не хотелось да то есть это признаки всей дисфункции в брюшной полости которые могут быть имптомом катастрофы в животе ну также к таким достаточно серьезным и не угрожающим жизнеосложнениям относятся формирование свечей различных это в основном мочеточниково-влагалищные либо пузырно-влагалищные свечи после ударения матки чем сложнее операция тем больше риск там есть большая миома сопутствующий эндометриоз это радикальные операции при онкологии ну и анестезиологическое осложнение такое которое оно общее для нас оно такое не совсем с операцией связано но это тромбозы и тромбоэмболии на артерии крайне редко тоже бывают и лапароскопии потому что ранняя активизация но и принципе стараемся использовать шкалы специальные вот как вы упоминали у анестезиологов канадских у нас тоже шкала каприния есть такая мы оцениваем риски назначаем профилактику конечно тромбоэмболических осложнений и антибиотика профилактику да значит мы просто скажу как бы подведя итоги того что вы сказали в отношении отложнений что женщина должна обратиться к врачу незамедлительно если появляется боль она усиливается то есть не уменьшается усиливается 2 если появляется кровотечение если само самочувствие ухудшается или повышается температура тела то есть начинает расти температура тела то есть все вот эти важные моменты требует незамедлительного звонка врачу и если есть сомнения лучше перезвонить уточнить чем ждать наблюдать как говорится что что-то не так немножко у нас идут перебои поняла сигналом да но ничего страшного я надеюсь что это все в эфире но эфиру это не повредит теперь такой еще важный момент и мы ответим нас осталось ну около 20 минут эфира мы ответим потом на некоторые вопросы которые поступили все боятся спаек все боятся спаек и конечно лапароскопия тоже она это хирургическое вмешательство ясно что она может повышать образование спаек что делается как раз плане профилактики спаек и вы используете ли вы какие-то там крем и сеточки так дальше все потому что мне многие женщины пишут что врач вынудил меня купить какой-то дорогостоящий какой-то там крем или гель еще что-то насколько это нужно или купить только у него что-то такое специфическое я знаю что в канаде это все бесплатно то есть если входит если делается операция то это обязанность врача принимать все то что там ну для профилактики спаек инфекции прочее ну в принципе что нужно для профилактики спаек что что зависит от женщин скажем и и что должен выполнять врач в этом отношении спасибо за вопрос да тоже я с этим сталкиваюсь очень часто ну первое конечно это исходная ситуация то есть то что не зависит ни от врача не от женщины то есть если у женщины перитонит например и там гной то будет будут спайки и в принципе это исходная ситуация от которой не мы мы не можем ничего сделать вот все остальное уже зависит от врача безусловно потому что чем более точной операции чем меньше травма ткани чем меньше энергии было использовано чем меньше подкрабливание и осталось после операции крови чем чем лучше увлажнение тем меньше спайка и опять же увлажнять тканью во время операции конечно играет роль длительность игра это же температура воздуха окружающего и конечно генетическая предрасположенность самой женщины к спайка образованию играет роль и кстати у каждой операции тоже прописаны более-менее в литературе риск спаек образования то есть если например взять там удаление трубы маточной по поводу внематочное а то бактомия простая операция или например, миомоктомия, там где мы несколько разрезов на матке делаем, то при миомоктомии будет спайк больше, чем при тубоктомии. Это просто так. И что хотел бы ещё сказать женщинам, что спайка – это универсальный механизм защиты брюшной полости. Это, по сути, вариант рубцевания и отгораживания. Это защитный механизм, придуманный природой. И далеко не каждая спайка как-то негативно повлияет на последующую жизнь и бывает так, что мы делаем четвёртую операцию, или пятую, и видим очень большое количество спайков. Мы делаем по поводу чего-то другого, например, боли, эндометриоз. И у неё конкретный очаг болит, мы его нашли во время осмотра. А те спайки, которые множественные были, вообще женщину не беспокоят. У неё кишечник весь на узел завязан, непонятно, как он работает. Никак эти спайки не влияют. Поэтому не нужно бояться самих спаек. Безусловно, наша задача их профилактировать. Касательно множественных препаратов. Есть две группы большие препаратов, то есть препараты, которые рассасываются и не рассасываются. Исследования показали, что препараты на основе Гардекса, мембрана такая полупроницаемая, они в целом лучше в плане профилактики спаек. Но их нужно потом сделать секонд-лук лапароскопии. Даже есть специальные тракары, которые можно оставить, просто закрыть специальной повязкой, чтобы потом не делать новых дырок и через три дня достать. У нас, к сожалению, политика клиник, и вообще в Украине это, к сожалению, не применяется. В Германии, я знаю, они проще гораздо относятся. То есть в Германии можно прийти, по страховке сделать лапароскопию, поставят Гардексную мембрану, через три дня по страховке сделают секонд-лук, уберут мембрану, и всё хорошо. В Украине две лапароскопии через три дня – это уже как осложнение, это что-то не так. Поэтому у нас эта методика не пошла. Да, мы используем иногда рассасывающиеся материалы на фоне, на основе регенерированной кислородной целлюлозы. Это старые препараты, им уже по 30-40 лет. Ничего тут такого глобального, кстати, не происходит, к сожалению. По ним эффективность показана. Но если посмотреть с позиции критического такого осмысления, литературно-научной, то окажется, что большинство исследований не были на животных. Как же мы сделаем плацебо-контролируемые исследования на людях? Где маленькие исследования? Это были в основном обсервационные когортные исследования, либо случаи контроля. Простые исследования, методологически не всегда корректные, которые показали, что спаек, скорее всего, меньше. Но, опять же, не оценивались результаты на наступление фертильности, не оценивались результаты на частоту кишечной непроходимости. Поэтому вопрос применения всех этих средств, что, скажем так, мне такое ощущение, что это политика определенных клиник. Вот и даже в мире, в тех странах, где пользуются это, есть политика такая, может быть, даже на уровне государства, что надо фирму Johnson & Johnson поддержать. И мы будем использовать противоспаячные гели какие-то. Мне кажется, у нас пока нет доказательств. Я поэтому затронула эту тему, потому что я знаю, что доказательств по многим вот этим препаратам и схемам, которые применяются, их не существует. А это типа все равно внедряется. То есть как бы все правильно вы говорите, то ли поддержим компанию, то ли они нас как-то спонсируют и прочее. То есть, к сожалению, это как бы минус той стороны медицины, где проконтролировать ситуацию невозможно. Но вы правильно сказали защитная реакция? Это прекрасно, что вы это сказали, потому что если бы вы сказали, я бы сказала. То есть я хотела добавить все. Это природный клей, поэтому спайк бояться не нужно. И вот, собственно говоря, мы часто рекомендуем это активность, подвижность, да, профилактика спайк. Это не лежание, как говорится, мертво, потому что мы не делали апароскопии. То есть это ранний подъем, это ранняя физическая активность. И почему мы это рекомендуем? Потому что улучшается кровоснабжение. То есть кровоснабжение, и это фактически спайки, они с одной стороны перекрывают распространение воспалительного процесса, даже регенерация, она сопровождается воспалительным процессом. С другой стороны, это как бы для того, чтобы не образовалось больше спайки, мы рекомендуем раннюю физическую активность. Собственно говоря, вот меня часто спрашивают, когда можно заниматься физической активностью, имеется в виду, что люди не понимают, что физическая активность, это может быть ходьба, обычные прогулки, даже медленным шагом. И это хождение, например, в фитнес-клуб, где нагрузки. То есть как мы распределяем вот эту физическую нагрузку, когда мы позволяем женщинам? Зависит ли это от объема операций, скажем так, или же это как бы общепринятые нормы? Зависит очень сильно, на самом деле, да. Потому что, с одной стороны, это травматизм передней брюшной стенки, насколько толщина большая этих разрезов, и ушиты ли они. Поскольку мы стараемся ушивать всегда, потому что разрезы 10 мм, они дают грыжи, и даже ущемление кишки может быть. Поэтому мы всегда ушиваем. Поэтому, в принципе, такую легкую ходьбу мы рекомендуем с дня операции. То есть сегодня операция, сегодня уже нужно не только можно, нужно активизироваться. Что может быть на то, что, например, уходы в фитнес-центр, это то, что мы иногда разрезаем влагалище, делаем так называемую кольпотомию, чтобы извлечь матку, либо тозные узлы. И вот сам этот большой разрез влагалище, он должен зажить, чтобы профилактировать пролапс. Поэтому, если серьезный разрез во влагалище сделан большой, то мы месяц не рекомендуем давать все-таки больших нагрузок. Это же касается интимной жизни. Также некоторые специфические операции, например, по поводу пролапса, там где мы сетки используем, промонтофиксации, они требуют тоже некоторого времени, чтобы внутрибрюшное давление резко не повышалось, поэтому тоже есть некоторые ограничения. А вот, например, эндометриоз, даже тяжелый, там мочеточники там задействованы и так далее. Женщина иногда очень хорошо себя чувствует, иногда лучше, чем до операции. Женщина встает и говорит, мне сегодня лучше вечером после операции, чем сегодня утром до того, как я пошла в операцию. Они бегают буквально, оживают так, не удерживших. Совершенно верно. То есть, в принципе, лечащий врач, тот, который проводит операции, должен давать рекомендации, когда можно возвращаться к нормальной физической активности, и вообще, какой образ жизни женщина должна вести первые дни, недели или месяцы после операции. И, в принципе, это тоже касается, например, той же контрацепции, планировать беременность. Когда мне спрашивают, когда мне можно беременеть, мне врач ничего не сказал, это, конечно, грубая, ну, наплевательство, грубнее ошибка, но это наплевательство врача в плане как раз рекомендаций на будущее. И я, например, говорю, что зависит, я говорю, все зависит от моего операции, что там делалось. То есть, в одних случаях это можно с новым циклом, в других случаях нужно ждать 3 месяца. Некоторых нужно и 6 месяцев, особенно когда, например, удаляют узлы на матке, там нужно, чтобы сформировался рубец на матке, зависит от вмешательства. То есть, ведь это должны говорить, вот эти как раз, план действий на будущее, это должны давать лечащие врачи, а не у нас, врачи, которые не видели эту операцию. Поэтому требуйте выписки, изучайте, задавайте вопросы лечащим врачам, потому что, не зная всех деталей проведенной операции, ни я, ни мой коллега доктор Медведев не скажут вам, когда вам что начинать планировать и так далее. То есть, вот это очень-очень важно понимать. У нас осталось 15 минут, и я просто, если вам интересно ответить на какие-то вопросы, я сейчас посмотрю, может, вы какие-то вопросы выберете, интересно, как специалисту. Мы постараемся сохранить эфир, конечно же, я думаю, что техника нас не подведет. Так, я вижу первый вопрос, если позволите, он не совсем по поводу лапароскопии, лечится ли хронический эндометрит? Действительно, сейчас, наверное, мода такая появилась. То есть, есть еще, есть, ну, скажем так, диагнозы, которые возникают, потому что научный прорыв какой-то произошел, а есть диагнозы модные. Вот, и хронический эндометрит немножечко как дань моде. У нас сейчас распространенная иммуногистохимия, многие лаборатории делают, многие CD138 видят, хотя доказательная медицина, она нам, скажем так, дает очень такие обтекаемые формулировки. Во-первых, в отношении того, что такое хронический эндометрит. Ну, скажем так, мы уже поняли, да, что гистероскопически мы его видим, сейчас CD138, да, ну, определили, что это такое. Но вот другой вопрос, нужно ли его лечить рутинно всем подряд, либо все-таки, наверное, это женщинам, у которых неудачные попытки к обыли, либо какие-то привычные невынашивания. То есть, на самом деле, я не лечу рутинно хронический эндометрит. Я, вот спасибо, да, вот я просто хочу сказать, что у нас планируется прямой эфир с моей тоже коллегой, очень прогрессивным врачом, на тему эндометрита, хронического вот этого эндометрита, в следующий вторник, если нам удастся, ну, договориться о времени, вот, но будет такой эфир, поэтому все, кто смотрит нас сейчас, ждите в следующей неделе, он будет, потому что действительно тема, ну, очень такая, типа раскрученная. Я, кстати, вот что еще хочу сказать, вот знаете, с чем я сталкиваюсь? Например, да, лопароскопия, гистероскопия, они являются частью, например, исследования, обследования на бесплодие. гистероскопия, но вот вы знаете, что происходит, и хочу просто как бы немножко насторожить женщин, что вот женщина выводит наркоз, она не знает, что там делается, вообще с ней даже никто не обсуждает, какой объем операции должен быть, да, многие врачи, к сожалению, не обсуждают, женщина, то ли в страхе не уточняет, то ли как, я не знаю, но потом выясняется по выписке, что они делали параллельно гистероскопии, то есть смотрели, значит, это самое, потому что какая разница, я потом говорю, вы все равно были в наркозе, некоторые даже не знают, что они лезли туда в маску, вот в принципе, что я хочу, или наоборот, делать гистероскопию, потом почему-то делать лапароскопию, то есть я что хочу сказать, что лапароскопия и гистероскопия имеют совершенно разные предназначения, и если даже не входят, например, в обследование отношений бесплодия, все-таки необходимо обсуждать своим врачом объем вмешательства, то есть если вам назначена лапароскопия, то не должно быть для вас сюрпризом, что вам залезет матка, или наоборот, если вам назначена гистероскопия, не должно быть сюрпризом, что вам что-то там подрезали, потому что вам делали лапароскопию, все детали должно быть обговорено с врачом, правильно я говорю? Конечно. Вот, так, значит, вот, кстати, интересный вот такой вопрос, и он касается как раз вот этих эндометриоидных кис, которые модно сейчас удалять, даже массеньких размеров, вот эндометриоидные киста на левом яичнике, 2 на 3, труба левая непроходима, CA 125 норме, что особо практического значения на самом деле не играет, АМГ выше нормы, стоит ли делать лапароскопию? Гинеколог рекомендует, пока пью визанну, не разжало 26 лет, тоже, опять же, это визанна, которая назначается всем подряд, хотя это синтетический прогестерон, его нужно, если принимать, то не 3 месяца, его нужно принимать, ну в каком-то постоянном режиме, если для этого есть показания, это моя точка зрения, они всем подряд на 3 месяца, вот как вы считаете, нужно ли действительно женщина, которая не рожала, и которая возможно даже не планирует беременность, да, или наоборот планирует беременность, нужно ли делать лапароскопию при таких вот показателях, то есть маленькие эндометриоидные киста и якобы непроходимая труба? Спасибо, вопрос, конечно, очень такой важный, ну во-первых, мы возраст смотрим, да, я понимаю, что антимюллеров там даже выше каких-то значений, по крайней мере, он высокий, сразу вопрос, почему труба непроходима, если женщина еще не планировала беременность, что ей сразу делали проходимость труб, проверяли, она еще даже не пыталась забеременеть, как бы странно, да, ну откуда это взялось, может быть это предположение просто доктора было, но в целом эндометриоидные кисты мы не оперируем во всех случаях, то есть само наличие кисты это не показание к операции. Эндометриоз, по сути, две основные проблемы, связанные с эндометриозом, есть, это бесплодие и боли, то есть если в 26 лет женщина еще не планировала беременность, и у нее киста, которая сильно не беспокоит, то можно вполне дать ей шанс хотя бы полгода, а то и год попланировать беременность, естественно, это все попробовать сделать. Есть интересное исследование, если я не ошибаюсь, это имеет отношение к One Million Nurse's Study, вот это исследование к 1 миллион медсестерам из Северной Америки, в котором, в том числе эндометриоз, там есть ответвление, статья вот по этому исследованию, показали, что у медсестеров, у которых был выявлен эндометриоз, но они отказались от операции, таких было немало там среди этих миллионов, вот, за ними наблюдали, это исследование уже очень большое, оно там чуть ли не 20 лет длилось, так вот, за этот период времени родила там больше половина женщин, которые вообще ничего не делали по поводу эндометриоза, поэтому эндометриоза это еще не означает бесплодие. Совершенно верно, спасибо, что вы это сказали, потому что почему-то в наших женщинах слово эндометриоз или эндометриоз ассоциируется уже с 100% бесплодие, да. Кроме того, с клеротерапией делаем еще, методика, кстати, может быть, не такая в мире распространенная, но есть много европейских публикаций из Франции, там и так далее, вот, с клеротерапией спиртом под контролем УЗИ отсасывается содержимое, вводится на 15 минут спирт, и в большинстве случаев кисты не возвращаются, тоже, кстати, хорошая методика, используем, например, когда рецидив эндометриона после операции, когда у женщины двусторонний кистый по 10 см, там она еще не думала даже не рожать ничего, антимираж гормон не очень высокий, то есть, чтобы сохранить резерв, вот, мы используем, перед ЭКО иногда используем, вообще без операций. Вот еще один интересный вопрос, даже как-то не вопрос, а вообще формулировка. Непроходимость труб можно делать в топорскопии без резекции. Яичник – это как низкий авариальный резерв, и может ли она при непроходимости труб. Я вообще удивляюсь, зачем делать резерв сояичником, если речь идет о непроходимости маточных труб, то есть, что это, накрутка, то есть, врач как бы, то есть, этого мы никогда не делаем, и я знаю, что у нас начали практиковать, и даже были публикации на эту тему, что перед тем, как проводить, например, вопрос о удалении кисты, тоже деметриотной кисты, или любого образования яичникова, нужно оценить яичниковый резерв, потому что тактика может кардинально поменяться, да? И вот как-то странно, что для проверки проходимости маточных труб делает лапароскопию, при этом, женщина боится, что у нее что-то там удалят на яичниках. То есть, для вас и для меня, как специалистов, звучит это как-то странно-сомнительно, значит, нужно детально обсудить с врачом, что он собирается делать, то есть, зачем проводить проверку проходимости труб только по лапароскопии, хотя да, с помощью лапароскопии можно проводить проверку, и вот тоже, извините, что мы не отвечаем всем вопросам, но мы, собственно говоря, знаем, с чем сталкиваются женщины, потому что эти вопросы получаю регулярно, но вот тоже такие вот сценарии, например, что проводили лапароскопию диагностическую, в выписке написано, что там вводили контрастное вещество, всё там проходимо, и вдруг женщины говорят, через какой-то там буквально месяц, два, три, ещё раз нужно проверить проходимость маточных труб, но уже там с помощью сонографии или гистросарфографии, вот насколько это оправданно, и объясняет, а вдруг там всё заросло, или же она говорит, но мне же проходимость маточных труб не проверяли, говорю, вам проводили лапароскопию, в вашей выписке написано, что у вас проводили проверку маточных труб, и вот я хочу, чтобы вы как специалист подтвердили, что когда проводится лапароскопия, то учитывая состояние всех органов репродуктивной системы, то есть вы же осматриваете все органы, они просто отрезали кусок яичника там, и не посмотрели, другая труба, то есть пациенты должны понять, что когда проводится лапароскопия, то врач ответственный за осмотр всей репродуктивной системы, вдруг мы там что-то пропустим, вдруг есть какая-то опухоль, еще что-то, правильно? То есть не нужно, конечно, да, то есть не нужно, как говорится, думать, что вам залазит живот только, чтобы что-то убрать, то есть все-таки врач осматривает это все, и если при лапароскопии не обнаружено никаких спаек, а вам говорят, у вас там спайки, потому что трубы непроходимы, если проверили проходимость труб с помощью лапароскопии тоже дополнительно, что все проходимое, то тут нужно понимать, что где-то какой-то перегиб палки или выкачивание денег или просто халтурные отношения, как вот делают, например, эти проверки маточных труб, дистросармографии, вот большим давлением, безобезбойной, когда все болеет, трубы спазмируют, конечно, оно не будет давать нам хорошие результаты. У нас еще осталось пару минут, значит, вот тоже, пожалуйста, ответьте на мой вопрос, не могу забеременеть, у меня эндометриоз и спайки по УЗИ, по УЗИ, надо делать лапароскопию, то есть опять же, вот это модное, что, как вы говорите, есть эндометриоз, спайки по УЗИ, большинство случаев их увидеть невозможно, за исключением, скажем, грубых, которые имеют еще кровоснабжение, то есть есть разные виды спаек, вот почему, вот если снова эндометриоз, то сразу это нужно лапароскопия, то есть что мы делаем? Да, спасибо, вот тут вопрос, ну, то есть если уже есть существующие бесплодия, то первое, что нужно сделать, это все-таки экспертное УЗИ, почему я так подчеркиваю, потому что, к сожалению, глубокий инфильтративный эндометриоз, он может быть гораздо большей проблемой, чем эндометриоз яичников и чем такиста, по поводу, которые женщина приходит на лапароскопию, это может быть неприятным сюрпризом, он может вовлекать мочеточник, мочевой пузырь, кишечник, поэтому экспертное УЗИ. Второе, это оценка резерва, ключевой момент, это оценка резерва авариального, и следующий ключевой момент, это оценка спермограммы, потому что приходит пара, у нее эндометриоз, действительно, и у нее неплохой резерв, и мы можем ожидать, что лапароскопия, в принципе, она улучшит ситуацию, потому что резерв позволяет, и при легких и средних степенях эндометриоза, лапароскопия, ну, примерно где-то в 2,5 раза может дать больше шанс беременности. Но у мужа сперматозоидов нет, ему надо на ЭКО и ИКСИ. Зачем женщине делать лапароскопию при эндометриозе, которая сильно ее не беспокоит? Им надо сразу на ЭКО. Вот, поэтому я никогда не делаю без этого. Спасибо, что рассказали, потому что очень популярна вот эта мода комическая, делать ЭКО, делать лапароскопию женщин при всем нормальном их здоровье, да, но мужской фактор бесплодия, прям выраженный мужской фактор бесплодия, где показано только ЭКО. И вот женщина дает целый список, делая вам и лапароскопию, и гистероскопию, и все, что только не хочешь. Хотя в женщинах никаких жалоб нет. То есть нормально, пока не начало ходить по врачам. То есть я хочу тоже вот донести до женщин, что мы не делаем лапароскопию всем подряд, готовящимся на ЭКО. То есть есть факторы, которые не требуют проведения лапароскопии. То есть это тоже нужно понимать, и в частности мужской фактор бесплодия, если на женщине все нормально, более-менее. То есть, и даже если есть небольшая какая-то там кисточка, это не значит, что нужно делать лапароскопию, а тем более удалять здоровые маточные трубы. Потому что, видите ли, это сейчас тоже крик моды, потому что это якобы улучшает исходы, профилактика внематочная и прочее. Это, я бы назвала, это банальное вредительство, это издевательство, это создание репродуктивной инвалида, который будет ходить к врачам репродуктивных клиник уже на постоянном режиме. То есть, к сожалению, это случается. У нас осталось буквально 2 минуты. Я хочу, чтобы не пропустить этот момент, поблагодарить моего дорогого коллегу за такой чудесный, я считаю, эффект, что вы так много все растаете. И, конечно, это далеко не все вопросы, которые возникают в отношении лапароскопии. Если вам понравилась эта тема, дайте нам знать. И если бы, я надеюсь, что мы с вами как раз проведем тему об эндометриозе, эффект, потому что это тоже эксперт эндометриозе. И, в принципе, я бы хотела тоже поговорить на многие вопросы в отношении эндометриоза, чтобы, ну, как бы, с одной стороны, рассказать, когда показано вмешательство, в том числе, оперативные, каким методом мы сейчас можем лечить этот эндометриоз, нужно его лечить и так далее, и так далее, и так далее. То есть, очень интересная тема. Так, мне уже показывает, что сейчас уже скоро завершится. Если вы хотите сказать пару слов, пожалуйста, ещё пару секунд осталось. Да, спасибо большое ещё раз за приглашение, как всегда, очень приятно, и, как всегда, не хватает времени всё обсудить. Поэтому я надеюсь на новые встречи. Я всем желаю здоровья, критического осмысления, ситуации вокруг, которая у вас происходит, не только в медицине, и во всех сферах. Вот. Ну, будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго, дорогие зрители. Да, и подписывайтесь на блог доктора Медведева, потому что много полезной информации. Всем хорошего дня, у кого день, у меня день, а у кого вечер. И до скорых встреч в эфире. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.